Сегодня ледовое поле в распоряжении шестилетних. Они от них не вчера встали на лед, умеют не только держаться на коньках, но и делать различные элементы. Требования сегодняшних соревнований для них выполнить четыре элемента. Два различных одинарных прыжка, одно вращение и перекидной прыжок. Уже даже по маленьким видом, если человек скользит, чувствует лед, прыгать умеет, конечно, видно сразу, что будет. Из него что-то получится. Вот буквально вчера мы приехали, выступали на зоне, на зоне, южной зоне, в Пскове. Так вот наши ребята там заняли первое место. Обыграли Ростов, Волгоград. Маленькая звездочка сочинка Полина Косых впечатлила всех не только своим ярким костюмом, но и танцевальным сюжетом. Настолько легко и задорно, и уверенно она выполняла заявленную программу. На коньках стала в четыре года, а через два уже участница первенства Краснодарского края по фигурному катанию. За ее выступлением серьезно наблюдал тренер, но опасения были напрасны. Ученица не подвела. Она показала все, на что способна, и даже больше. Мне кажется, она сделала больше, чем на тренировке, потому что она улыбалась. Мне кажется, ей понравилось выступать. Фигурное катание я люблю, потому что там выступают. В этом возрасте закладывается вся основная база, говорят специалисты фигурного катания. Болельщиков, конечно, в центре мало, но те, что есть из числа родственников, стараются поддержать начинающих фигуристок. Прямо на лед бросают подарки. Меня зовут Василиса Романченко. Игрушку мне подарила моя мама. И лет мне шесть. Соревнования пройдут во всех возрастных группах и так в течение трех дней. Участвует более 150 юных спортсменов в год. В Сочи подобных турниров проходит свыше 15. Таким образом, формируется сборная команда Краснодарского края по фигурному катанию. Елена Авсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.